Комбайны кормоуборочные полунаресные КПК-3000 и КПК-3000А с доизмельчающим устройством Используются в агрегате с универсальными энергосредствами семейства Полесси, которые комплектуются двигателями 265 и 290 лошадиных сил. Кормоуборочные комплексы эффективно используются на различных технологических операциях по заготовке кормов, кошении трав с измельчением, подборе массы из волков с измельчением на сенаж, на уборке кукурузы с измельчением на силос. Доизмельчитель зерен кукурузы активного типа повышает качество заготовляемого силоса. Высокая питательная ценность кормов, заготовленных комбайном КПК-3000А, обеспечивает отличное здоровье и высокую продуктивность скота. До сборка силосопровода полуновесного измельчителя. Демонтировать палец, установить силосопровод на опору, установить на силосопровод рабочую фару для работы в ночное время. Подсоединить трос к гидроцилиндру, зафиксировать гидроцилиндр и трос осью со шплинтом на кронштейне откидной части, установить силосопровод. Закрепить откидными болтами с гайками. Навеска измельчителя. Перед навеской измельчителя на навесное устройство необходимо произвести наладку навесного устройства, кормоуборочный вариант. При этом верхнюю тягу установите в верхнее отверстие кронштейна. Измельчитель установите на опоры на ровной площадке. На нижние кронштейны рамы навески измельчителя с внутренней стороны установите шаровые опоры из комплекта ZIP энергосредства и зафиксируйте их чекой. Отрегулируйте ширину оси провеса, чтобы она соответствовала расстоянию между шаровыми опорами. Зафиксируйте это положение ограничительными стяжками. Зафиксируйте так, чтобы боковое поперечное смещение задних концов продольных тяг находилось в пределах плюс-минус 10 миллиметров. Взведите автоматические защелки на захватах навесного устройства ОС. Заведите двигатель. Установите переключатель управления навеской на пульте энергосредства в положение опускания. Подъедьте к измельчителю. Подведите захваты нижних тяг под шаровые опоры измельчителя. Переведите переключатель управления навеской в положение «Подъем». Поднимите навеску до фиксации шаровых опор в захватах автоматическими защелками. Заглушите двигатель. Подсоедините главный карданный вал привода измельчителя. Цепи кожухов карданного вала закрепите на раме измельчителя и на ОС. Отсоедините и зафиксируйте поддерживающий кронштейн карданного вала. Снимите верхнюю тягу навески с фиксации и соедините передний шарнир с верхней стойкой навески измельчителя. Зафиксируйте пальцем. Заведите двигатель. Переключателем управления навеской поднимите измельчитель. Снимите три стояночные опоры. Опустите измельчитель на колеса. Заглушите двигатель. Опоры закрепите на раме измельчителя. Отрегулируйте верхнюю тягу на размер 950 мм. Основание силосопровода измельчителя должно занять вертикальное положение. В случае отклонения, вращая рукоятку верхней тяги, укорачивайте тягу до тех пор, пока основание силосопровода не займет вертикальное положение. Зафиксируйте это положение контргайкой. Закрепите стяжку навесное устройство ОС от поперечного перемещения. Снимите пакет гидравлических рукавов с измельчителя и заведите их в кронштейн, установленный под площадкой обслуживания. Подсоедините к разрывным полумуфтам энергосредства полумуфты на гидравлических рукавах измельчителя. При этом маркировка полумуфт измельчителя должна соответствовать маркировке полумуфт на панели гидравлических выводов ОС. Подсоедините питание электронного блока с помощью жгута входного к розетке энергосредства. Навеска жатки для грубо-стебельных культур на измельчитель. Навеску жатки производите на измельчитель, агрегатированный с энергосредством. Установите жатку на твердую ровную площадку. Стояночные опоры жатки установите на третье отверстие сверху. Проведите переналадку механизма вывешивания измельчителя для навески жатки для грубо-стебельных культур. Установите и закрепите тяги в отверстиях с маркировкой кукуруза механизма вывешивания. При помощи регулировочных болтов установите серьги в пазах рычагов в промежуточное положение с маркировкой кукуруза. Зафиксируйте рычаги механизма вывешивания в транспортном положении фиксатором. Установите перед навеской переключатель управления гидроцилиндрами подъема и опускания адаптеров на пульте ОС в положение «Плавающее». При включенной массе вручную или с помощью монтировки выдвиньте штоки гидроцилиндров. Отрегулируйте длину тяг. Тяги после регулировки необходимо законтрить контргайками. левая 845 мм, правая 955 мм. Установите колеса по высоте в соответствии с установленной высотой среза. Обеспечить расстояние 345-390 мм от оси ролика навески-жатки до земли. Подъедьте на ОС с навешенным измельчителем к жатке так, чтобы ловители рамы измельчителя были подведены соответственно с нижним кронштейнами жатки. Контролируйте правильность подъезда указателем, установленным на питающем аппарате, который должен быть подведен к метке, нанесенной в левой верхней части кожуха скребка-жатки. Поднимите навесным устройством измельчитель до входа роликов навесного устройства жатки в пазы ловителей. Зафиксируйте положение роликов накладками. Поднимите опоры жатки в верхнее положение. Соедините гидроцилиндры измельчителя с верхним кронштейном рамы навески-жатки с помощью пальцев и шплинтов. Подтяните жатку гидроцилиндрами к измельчителю. Соедините тяги пальцами, которые следует установить в верхнее отверстие кронштейна. И зафиксировать шплинтами. Подсоедините карданный вал от измельчителя к жатке до фиксации шариков муфты в канавке вала коробки скоростей, в соответствии с необходимым режимом работы. Подсоединение карданного вала должно производиться согласно данной схеме. Расфиксируйте рычаги механизма вывешивания измельчителя и отрегулируйте механизм вывешивания согласно инструкции по эксплуатации. Башмаки боковых и носок среднего делителей закреплены шарнирно, что обеспечивает независимое от жатки копирование ими рельефа местности. Давление лыж боковых делителей на почву должно быть в пределах 30-50 кг сил. Навеска жатки для трав на измельчитель. Установите жатку на ровной площадке. Подъедьте с навешенным измельчителем так, чтобы ролики нижних ловителей жатки подошли к ловителям рамы измельчителя комбайна. Поднимите навесным устройством измельчитель до входа роликов ловителей жатки в пазы ловителей измельчителя. При этом ориентируйтесь указателем на цветную метку на жатке. Опустите жатку. Соедините гидроцилиндры измельчителя с верхними ловителями жатки с помощью пальцев, установленных в нижнее овальное отверстие ловителей. Зафиксируйте шплинтами. Подтяните жатку, переведя штуки цилиндров в обтянутое положение. Соедините тяги механизма вывешивания измельчителя комбайна и зафиксировать шплинтом. Установите длину тяги левой 790 мм, правой 910 мм. Вращая регулировочный болт, установите серьгу в положение трава 4,2 мм. Переведите переключатель управления гидроцилиндрами подъема и опускания адаптеров на пульте ОС в плавающее положение. Вытащите штыри, фиксирующие кронштейны механизма вывешивания. Отрегулируйте механизм вывешивания согласно инструкции по эксплуатации. Установите карданный вал привода жатки до фиксации шариков муфты в канавке вала коробки скоростей, в соответствии с необходимым режимом работы. Подсоединение карданного вала должно производиться согласно данной схеме. Установка высоты среза растений регулируется положением башмаков в одном из четырех положений. Одновременно с перестановкой копирующих башмаков производится установка высоты колес измельчителя. Навеска подборщика на измельчитель Проведите переналадку механизма вывешивания измельчителя для навески подборщика. При помощи регулировочных болтов установите серьги в пазах рычагов в крайнее переднее положение. Зафиксируйте рычаги механизма вывешивания в транспортном положении фиксатором. Установите подборщик на ровной площадке на стойку и башмаки. Отрегулируйте длину тяг механизма вывешивания. Левая тяга 685 мм, правая 810 мм. Подъедьте так, чтобы ролики нижних кронштейнов подборщика подошли к ловителям рамы измельчителя. Поднимите навесным устройством измельчитель до входа роликов нижних кронштейнов подборщика в пазы ловителей рамы. При этом ориентируйтесь маркером на цветную метку на задней стороне подборщика. Зафиксируйте положение роликов в пазах ловителей рамы измельчителя накладками и шплинтами. Соедините гидроцилиндры измельчителя с верхними кронштейнами подборщика с помощью пальцев, втулок и шплинтов. Подтяните подборщик, переведя гидроцилиндры в сомкнутое положение. Соедините тяги механизма вывешивания измельчителя с верхними кронштейнами подборщика, установив пальцы в верхнее отверстие кронштейнов. И зафиксировать шплинтами. Поднимите подборщик и уберите стойку. Установите копирующие башмаки в зависимости от требуемой высоты подбора волков. Опустите подборщик на землю. Отрегулируйте высоту установки колес в зависимости от положения башмака подборщика. После навески подборщика расфиксируйте рычаги. Отрегулируйте механизм вывешивания согласно инструкции по эксплуатации измельчителя. Установите карданный вал привода подборщика до фиксации шариков муфты в канавке вала коробки скоростей, в соответствии с необходимым режимом работы. Подсоединение карданного вала должно производиться согласно данной схеме. Регулировка усилия копирующих башмаков адаптеров на почву производится натяжением блока пружин регулировочными болтами. При этом серьги в пазах рычагов установите в положение. Жадки для грубостебельных культур – кукуруза, жадки для трав – трава 4,2, подборщика – подбор. Усилие на почву копирующих башмаков должно быть в пределах 30-50 кг сил. Длина резки растительной массы измельчителем определяется положением рукоятки трехскоростной коробки. Рукоятка устанавливается в одном из трех положений. Дополнительно длина резки может быть увеличена за счет снятия пар ножей измельчающего барабана. При повторной установке ножей установить их на те же места, с которых их сняли. Для этого установку ножей, прижимов, опор и болтов выполнять диаметрально противоположно попарно. Для удобства демонтаж ножей производить вместе с опорами путем отворачивания болтов с тыльной стороны ротора. При этом следует учитывать, что ножевой диск с 12 ножами отбалансирован на предприятии-изготовителе. Поэтому для поддержания балансировки следует вмонтировать ножи, прижимы ножей, опоры ножей и лопатки лишь одной весовой группой попарно, с равномерным расположением оставшихся. Подготовка к работе металлодетектора. При подготовке к работе необходимо проверить подсоединение жгутов. При необходимости подсоединить к блоку электронному датчик металлодетектора к разъему XS2-MET. Датчик камни детектора к разъему XS3-CAM. Электромагнит и датчик положения герконовый к разъему XS1. И зафиксировать зажимом. Питание электронного блока. Разъем XP1. С помощью жгута входного к розетке энергосредства. Все подключения и отключения необходимо выполнять только при выключенном питании металлодетектора и отключенной массе энергосредства. Порядок включения системы защиты металлодетектора. Включите массу энергосредства. Включите приборы. Включите питание металлодетектора. Порядок выключения системы защиты металлодетектора. Выключите питание металлодетектора. Выключите приборы. Выключите массу. Запрещается выключать массу при включенных приборах или включенном металлодетекторе. Данная проверка работоспособности проводится при выключенном ВОМ. Включите массу. Включите приборы. Включите питание металлодетектора. На пульте управления металлодетектора должны загореться лампочки защита. Запустите двигатель. Переведите переключатель рабочий ход реверс в положение рабочий ход. Шток исполнительного электромеханизма перейдет в крайне втянутое положение рабочий ход. Переведите переключатель рабочий ход реверс в положение реверс. Шток исполнительного электромеханизма, расположенного внутри рамы измельчителя и приводящего в движение рычажную систему управления ременной передачи комбайна, перейдет в крайне выдвинутое положение реверс. Переведите переключатель возврат в нейтраль сброс в положение возврат в нейтраль. Шток исполнительного электромеханизма перейдет в положение нейтраль. Вновь переведите переключатель рабочий ход реверс в положение рабочий ход и нажмите кнопку «Тест». При этом индикация защита должна погаснуть на 6-8 секунд, что информирует о срабатывании электромагнитомеханизма быстрого останова. Исполнительный электромеханизм из положения рабочий ход автоматически перейдет в положение нейтраль. При этом переключатель рабочий ход блокируется. Для возврата системы в исходное состояние переведите переключатель возврат в нейтраль сброс в положение сброс. Исполнительный механизм перейдет в положение реверс, а на пульте управления загорится индикация защита, что указывает на возврат системы в исходное положение. Включите режим рабочий ход. Внесите в пространство между нижним и верхним передними вальцами питающего аппарата какой-нибудь инородный ферромагнитный предмет. Сработает механизм быстрого останова, а исполнительный электромеханизм из положения рабочий ход автоматически перейдет в положение нейтраль. Для возврата системы в исходное положение переведите переключатель возврат в нейтраль сброс в положение сброс. При этом на пульте управления загорится индикация защита. Выставление уровня чувствительности металлодетектора. Регулятор чувствительности датчика на блоке электронном устанавливать в такое положение, при котором отсутствует ложное срабатывание самопроизвольный останов вальцев питающего аппарата. Положение 8, максимальная чувствительность, 1, минимальная. Для наиболее эффективного использования металлодетектора необходимо производить установку чувствительности индивидуально для каждой длины резки и конкретного адаптера, стремясь к тому, чтобы чувствительность была максимальная, но не ниже пятой. Настройка датчика камня детектора. Настройка производится регулятором чувствительности. Поворот регулятора против часовой стрелки уменьшает, а по часовой стрелке увеличивает чувствительность датчика камня детектора. При кошении травы и подбуре волков регулятор чувствительности необходимо устанавливать таким образом, чтобы центральная риска шкалы находилась напротив метки Т. Накошение кукурузой напротив метки К. Заточка и регулировка ножей измельчающего аппарата. Поднимите кожух ротора. Зафиксируйте его при помощи крючка. Проверьте износ абразивного слоя заточного диска. Параллельность заточного диска плоскости ножей, проворачивая ротор не менее одного оборота. Наличие выступающих заусенцев на режущих кромках ножей. Отпустите стопор. Отведите заточный диск. Опустите кожух и зафиксируйте его защелкой. Поднимите поворотный щиток кожуха ротора и закрепите его под сжатием гайки в месте вращения. Поворачивая рукояткой винта, подведите заточный диск до касания к ротору, обеспечивая при этом поворачивание заточного диска от руки. Зафиксируйте шток стопором, затяните контргайку на стопоре. Заведите дизель. Установите число оборотов 1600 оборотов в минуту. Включите ВОМ и произведите заточку ножей в течение 3-5 минут. Выключите ВОМ, заглушите дизель. Убедитесь в полной остановке всех вращающихся механизмов. Ослабьте стопор. Растопорите шток. Отведите заточный диск. Застопорите его. Поднимите кожух ротора. Проворачивая диск за лопатки, убедитесь в равномерности и остроте заточки ножей. При необходимости повторите операцию заточки. Периодичность заточки ножей не менее одного раза в день. Запрещается производить заточку со штуком, незастопоренным стопором и незаконтренным контргайкой. Ежедневно осуществлять контроль состояния ножей и проводить замену сколотых и деформированных ножей. Регулировку отсекателем массы производите в следующем порядке. Расшплинтуйте шплинт. Отпустите контргайку и гайку. Перемещая отсекатель по овальным отверстиям, установите между лопаткой ротора и отсекателем зазор 1-5 мм. Затяните гайку и контргайку. Зашплинтуйте. Регулировка зазора между ножами и противорежущими пластинами осуществляется тремя способами. Первый способ – поступательным перемещением ротора. Откиньте верхний кожух измельчающего аппарата и зафиксируйте его крючком. Освободите гайку регулировочную от фиксации пружиной-запорной. Ставьте стопор, прилагаемый к измельчителю в зип, в паз гайки регулировочной. Вращая ротор рукой по ходу рабочего вращения, переместите его по валу до касания лезвий ножей горизонтальной противорежущей пластины. Отведите ножи от горизонтальной противорежущей пластины, для чего проверните ротор против рабочего движения не менее чем на 1 восьмую оборота до совпадения прорезей в регулировочной гайке с пружиной-запорной. Уберите стопор и зафиксируйте положение регулировочной гайки пружиной-запорной. Проверните ротор рукой, убедитесь в отсутствии касания ножей пластин противорежущих, в противном случае отведите ножи вращением ротора еще на одно деление между прорезями в регулировочной гайке. Закройте кожух измельчающего аппарата и зафиксируйте его замком. Застопорить упорной пластиной. Регулировка зазора вторым способом. Поднимите и зафиксируйте измельчитель. Отверните и снимите болты крепления питающего аппарата к раме. Поднимите питающий аппарат вверх. Зафиксируйте его в поднятом положении штырем, проходящим через стойку заточного устройства. Штырь от смещения зафиксируйте болтом. Откиньте верхний кожух измельчающего аппарата и зафиксируйте его крючком. Освободите гайку регулировочную от фиксации пружиной запорной. Ставьте стопор в паз гайки регулировочной. Вращая ротор рукой против рабочего вращения, переместите его по валу от противорежущих пластин. Внимание! Перемещение ротора по валу от противорежущих пластин осуществляется до достижения момента вращения ротора по ходу рабочего вращения не менее 8 кг сил на метр, что соответствует исходному положению тарельчатых пружин. Уберите стопор. Зафиксируйте положение гайки регулировочной пружиной запорной. Необходимо вывернуть регулировочные болты, отпустить болты крепления подбрусника и боковой пластины, подвинуть подбрусник к ножам, поджать болты крепления. Регулировочными болтами выставить брус параллельно ножам и окончательно затянуть болты крепления. При этом вертикальные противорежущие пластины не должны выступать за горизонтальную пластину. Утопание не более 0,5 мм. Проверните ротор рукой, убедитесь в отсутствии касания ножей пластин противорежущих, в противном случае отведите ножи вращением ротора еще на одно деление между прорезями в регулировочной гайке. Закройте кожух и зафиксируйте его замком. Расфиксируйте питающий аппарат штырем и опустите его. Во избежание утери штырь необходимо зафиксировать болтом. При новом положении подбрусника регулировку зазора в процессе эксплуатации производите первым способом, то есть поступательным перемещением ротора по валу. Регулировка питающего аппарата. Натяжение пружин отрегулировано на заводе таким образом, чтобы давление вальцев на массу обеспечивало транспортировку ее к измельчающему аппарату. Пружины регулируются регулировочными болтами. Регулировка контрпривода до измельчающего устройства. Отклонение от общей плоскости симметрии канавок шкивов не более 2 мм. Допуск параллельности осей этих же шкивов не более 1 мм. Регулировку осуществляйте перемещением опоры со шкивом-гайками. После регулировки гайки установите на герметик и затяните моментом 90-110 Нм на метр. Проверку натяжения ремня производите каждые 20 часов работы комбайна под нагрузкой при проведении техобслуживания или нарушении работы механизмов из-за их пробуксовывания и после установки до измельчающего устройства. Регулировку натяжения ремня производите перемещением опоры вправо болтом упорным. Для этого отпустите болты крепления опоры. После регулировки затяните болты, а болт упорный законтрите гайкой. Регулировка привода до измельчающего устройства. Отклонение от общей плоскости симметрии канавок шкива не более 2 мм. Осуществлять перемещением шкива с втулками по валу до измельчающего устройства. После регулировки винты установите на герметик и затяните моментом 20-25 Нм на метр. Отклонение от общей плоскости симметрии канавок ролика и шкива, а также допуск параллельности оси ролика относительно оси шкива не более 1 мм. Регулировку осуществлять перемещением опоры с роликом-гайками. После регулировки гайки установите на герметик и затяните моментом 90-110 Нм на метр. При пробуксовке ремня необходимо проверить размер 146 мм. При несоответствии размера пружину сжать заворачиванием гильзы на стяжку. Размер пружины 146 мм необходимо проверять каждые 20 часов работы комбайна под нагрузкой. Регулировка зазора смежных дисков вальцев до измельчающих. Регулировку минимального зазора 2 мм смежных дисков вальцев до измельчающих производите двумя упорами с гайками. После регулировки упоры зафиксируйте контргайками. Регулировку натяжения блоков пружин рычагов вальца до измельчающего производите болтами, изменяя натяжение пружин до соответствия контрольного размера 50 мм. Регулировка механизма поворота силосопровода регулировка осевого люфта червячного колеса редуктора осуществляется затяжкой до упора во фланец втулок и отворачиванием их на четверть оборота, после чего втулки зафиксировать болтами и стопорными шайбами. Регулировка осевого люфта червяка механизма поворота силосопровода осуществляется изменением количества прокладок. Регулировка зазоров между рабочими поверхностями собачки храповиками муфт быстрого останова. Зазор должен составлять 2 плюс-минус 0,75 мм. Регулировка производится вращением вилки на штоке электромагнита. Регулировка между храповиком нижней муфтой и нижней поверхностью собачки должен составлять 2 плюс-минус 0,75 мм. Регулировка производится гайкой на собачке. Регулировка жатки для грубо-стебельных культур. Регулировка установки скребка. Овальные отверстия в боковинах скребка, расположенные горизонтально, позволяют производить регулировку положения скребка по отношению к барабану. Зазор между боковиной скребка и цилиндрической частью барабана должен быть от 2 до 5 мм. Зазор между лыжей скребка и барабаном 3 мм. Максимум. Овальное отверстие в державке скребка и рифленой шайбе дают возможность производить установку и фиксацию положения скребка по высоте так, чтобы зазор между пальцевыми сегментами барабана и прорезями в боковинах скребка был в пределах 3-7 мм. Зазор между нижней поверхностью второго снизу ряда пальцевых сегментов барабана и поверхностью среднего делителя должен быть в пределах 3-9 мм. Зазор может быть отрегулирован с помощью шайб, установленных в трех точках крепления делителя. Зазор между гребенкой и барабаном вверху должен быть 7-10 мм. Внизу 4-10 мм. Зазор регулируется изменением положения гребенки. При необходимости прутки гребенки можно подогнуть. Зазор между центральным делителем и лыжей скребка должен быть 38-42 мм. Зазор регулируется изменением положения скребка путем перемещения в овальных отверстиях их крепления. Для наклона растений на жатке установлен заламывающий брус. Брус крепится к кронштейну болтами, устанавливаемыми в отверстия в зависимости от высоты растений. Для регулировки фрикционной муфты конического редуктора отверните болты крепления крышки. Снимите крышку и гайкой подтяните тарельчатые пружины фрикционной муфты. Регулировки подборщика регулировка ременной передачи привода подбирающего барабана. Регулировку натяжения ремня производить поворотом редуктора за счет изменения длины стяжки, а также перестановкой одной из ее осей в соседнее отверстие рамы подборщика. Допуск соосности канавок шкива контрпривода и шкива редуктора не более двух миллиметров. Регулировку производить перестановкой шайб регулировочных и разворотом шкива на вале контрпривода. Регулировка цепной передачи привода шнека. Регулировку натяжения цепи производите поджатием пружин натяжных роликов с помощью тяг. Отклонение поверхности венцов звездочек цепного контура от общей прилегающей плоскости не более двух миллиметров. Регулировку производите перемещением звездочки. Регулировку фрикционной муфты шнека проводят поджатием болта. Регулировка жатки для трав. Регулировка шнека. Шнек жатки должен занимать такое положение, чтобы его витки отстояли от углового чистика на расстоянии 2-10 миллиметров. А нижнего чистика на расстоянии 10-18 миллиметров. Регулировку зазоров шнека производите при ослабленном креплении опор шнека, вращением вращением гайки на установочном болте. Зазор с обеих сторон между шнеком и боковинами рамы должен быть одинаковым. Регулировку зазоров производите при ослабленном креплении опор шнека, вращением гайки на установочном болте. При регулировке мотовила перемещением опор в овальных пазах установите мотовила в такое положение, чтобы между пружинным зубом и пальцем режущего аппарата зазор был от 10 до 35 миллиметров. Установите зазор между торцами планок мотовила и правой боковиной рамы жатки в пределах 5-10 миллиметров за счет перемещения планок вдоль овальных пазов. Мотовила должно вращаться свободно без заеданий. Регулировка натяжения цепи шнека производится перемещением звездочки натяжной. Регулировка натяжения ременных передач на шкив привода мотовила производите шкивом натяжным. А ременной передачи на вал привода режущего аппарата перемещением контрпривода. при нарушении работы режущего аппарата рваный срез забиваний несрезанные стебли проверьте и при необходимости произведите регулировку зазора между сегментами и противорежущими пластинами. Регулировку производите путем подгиба пальцев или подтяжкой болтового крепления. Зазоры между носиками трех крайних со стороны ножевой головки сегментов и противорежущими пластинами пальцев жатки при смещении их осей должны быть в пределах 1-1,5 мм. В остальной части режущего аппарата жатки концы сегментов и противорежущих пластин должны в передней части прилегать друг к другу. В задней иметь зазор в пределах 0,3-1,5 мм. Регулировку зазора между прижимами и сегментами производите при износе или замене прижимов, замене ножей и переклепке сегментов. Регулировку производите установкой или снятием прокладок, обеспечив зазор 1-2 мм. у первого отголовки ножа прижима и до 0,5 мм. у остальных. Регулировки привода режущего аппарата производите согласно инструкции по эксплуатации. мм. Редактор субтитров